здравствуйте дорогие друзья с вами Наталья и канал садовая фантазия наконец-то наступил мой самый любимый весенний месяц это май я думаю что и для многих из вас это тоже самый любимый весенний месяц потому что именно сейчас наши сады наполняются самыми яркими красками особенно мы после долга зимы изголодались и соскучились по этим краскам поэтому конечно мы сейчас с удовольствием наслаждаемся цветением луковичных растений и цветением кустарников и так в частности сейчас у меня цветет из кустарников это форзиция вот такое вот яркое желтое пятно цветет она уже в течение наверное двух недель но сейчас к сожалению очень мало свободного времени все никак не могла вам я ее заснять я очень люблю форзицию тем более что мне очень повезло с сортом это не форзиция овальная в одном из каталогов я как-то видела что это за сорт но если честно сейчас уже забыла обязательно подниму каталог и скажу вам что же это предположительно за сорт моя форзиция не отличается большими размерами высоту она сейчас за шесть лет произрастания у меня достигла где-то примерно метр двадцать максимум а вот в ширину она уже около двух метров она очень легко размножается иногда даже чаще всего укореняется сама с помощью нижних веток знаете как смородина прищипнул ее к земле и все и как сезона уже готовое молодое новое растение мне очень нравится весной сочетание желтого и синего цвета хотя в час в кадре там попали и красные тюльпаны и тоже мне нравится ну потому что уже просто соскучилась по ярким краскам так вот как раз в пару к форзиции я высаживала мускари но форзиция зацветает все-таки немножечко пораньше чем мускари поэтому в следующем году я думаю что надо будет обязательно посадить рядом с форзиции с целосибирскую и как раз они совпадут по цветению будет очень красивая пара ну и форзиция с мускари тоже мне конечно нравится попробуем с вами подойти поближе я очень рада что осенью я посадила рядом с форзиции вот этот бояршник туба на штамбе и сейчас он очень очень красиво начал распускаться у него вот такая молодая нежно-зеленая листва очень красивая так что ни капли не пожалела об этой посадке кто не знает дело в том что у меня здесь начала гибнуть его хокурнишики осенью я ее спилила но там уже такой был большой корень что я не смогла ее вытащить конечно это никаких сил женских не хватит на это ну вот видите хочу вам показать в кадре как раз пенечка ты вы но там кстати появились новые почки так что если она все-таки будет расти придется ее здесь удерживать прям совсем крошит крошечным шариком но вы знаете что его любит стрижку что благодаря стрижке у нее как раз появляются ее декоративные листья такие с розоватой к к ему или оттенком так что если будет расти пусть растет но уже прежних ошибок я совершать не буду буду обеспечивать ее хорошим поливом потому что и вы очень любят полив особенно после обрезки или стрижки и буквально за два дня мускари благодаря вот такой вот теплой погоде которая становилась как раз в течение двух последних дней просто очень резко стартанули и сейчас вот очень так красиво смотрите я люблю мускари очень так ну что друзья форзицию уже по-моему я обошла со всех сторон показала ее во всей красе и кстати у меня даже молодые растения которые в этом году на продажу для вас девочки которые зарезервированы и ждут вас давно они кстати тоже цветут так что вот такая красота скоро будет у вас саду но основное внимание я сегодня хочу уделить цветнику непрерывного цветения который я разрабатывала в прошлом году в школе сад по-новому у ландшафтного дизайнера наталья мягкой что значит цветник непрерывного цветения это значит что каждый месяц так подобраны растения что они постоянно цветут и сменяют друг друга и в мае конечно же в этом цветнике цветут луковичные растения сюда также можно было добавить примулы но честно мне некогда было этим заниматься хотя приму у меня есть и мы сегодня даже с вами на них посмотрим как они цветут симпатично можно в общем главное самое главное чтобы было время все это сделать можно цветение луковичных у меня вот такой вот кстати сказать хаотичное и беспорядочное потому что когда я пересаживала все свои растения какие-то луковичные честно говорю просто порезала ну конечно это в основном нарциссы я же их не выкапываю но у меня есть тюльпаны которые я не выкапывают вот сейчас в кадре вот эти вот простые красные тюльпаны сейчас я вам скажу название сорта так ну вот красные тюльпанчики то сорт orange wine egg вот они такие простые но согласитесь что после действительно долгой зимы как же они украшают наш сады так вот оказались у меня все луковичные вот в такой вот беспорядочной посадки теперь мне стоит задача я то люблю когда они высажены группами по цветовой гамме конечно было бы здорово их теперь пометить рассортировать уже после выкопки и посадить осенью в соответствии с цветовой гаммой знаю конечно в другой бы раз наверное я не стала бы этим заниматься но поскольку мы сейчас находимся на самоизоляции здесь возможно я все-таки найду время и займусь этим процессом очень красивый вот такой вот махровый тюльпан сорт монте-карло и вот здесь уже у нас и осы во все работают и шмели летают сейчас кстати уже начала жимолость свести и там тоже уже пчелки во все работают очень хорошо смотрится уже овсяница смотрите молодые растения но уже отросла не прочесывала я ее после осени потому что вот эти вот кустики они молоденькие совсем она сейчас очень неплохо смотрится еще что мне нравится как сейчас смотрятся очитки смотрите какие прелестные кочки точитки мне кажется они декоративны всегда от самой ранней весны когда они начинают просыпаться и формируют вот такие вот красивые полушарики ну и конечно до поздней осени когда они уже розовеют и очень красиво смотрятся мне очень нравится фиолетово-розовая гамма и поэтому я очень люблю вот такие фиолетово-пурпурные тюльпаны мне их несколько сортов ну и в частности вот сейчас в кадре сорт blue parrot если переводить то переводит а значит синий попугай хотя на самом деле мне кажется правильнее было бы если бы его назвали все-таки фиолетовый попугай а не синий потихоньку появляются маленькие бутончики камнеломки здесь вот у меня беленькая еще есть розовая там пока бутончиков не видно а нет обманово тоже уже показались скоро начнет цвести и конечно хочу вам показать вот эту красавицу анимону растение эфемероид после цветения она полностью идет под землю и здесь ничего не останется мне кажется очень удобно такие растения высаживать как раз под кустарники очень декоративно сейчас смотрятся пионы вот такими пурпурными пурпурными стебельками они вылезают из-под земли и очень очень красивой ранней весной ну и давайте немножечко о грустном с вами поговорим обратите внимание на тую даника смотрите видите с одной стороны бочок подгорел несмотря на то что кстати вроде бы почва была влажная и растение все-таки свои я ранней весной проливая но где-то что-то я упустила какой-то момент и как раз солнечной стороны видите поджарилась моя даника другая кстати нет потому что там видимо ее притеняет чубушник а вот это даника на полном солнце и с одной стороны немножко поджарилась сейчас надо будет ее хорошенечко пролить и в общем посмотреть чтобы проследить чтобы больше такая ситуация сада у меня не складывалась но в целом конечно сад с каждым днем становится все краше и краше сейчас скоро должны распуститься еще одни тюльпаны цветут нарциссы и я обещала показать примулы давайте сейчас быстренько добежим посмотрим как они цветут красиво друзья ну и чуть не забыла здесь кроме примул цветет еще вот такой симпатичный прострельчик у меня простой беленький думаю что стоит своем саду завести еще и синенький он тоже очень красиво смотрится ну и вот такая вот у меня поляночка здесь у меня примулы двух сортов сорта честно не знаю самый обыкновенный есть в каждом саду но весной мне кажется примула это действительно очень очень такое замечательное украшение сада и вот так вот эту полянку наблюдаю я кстати из окна на любимое занятие утром бокальчик кофе и выглянуть сад посмотреть полюбоваться яркими красками ну что ж друзья на этом я заканчиваю всех благодарю за внимание и желаю вам удачно поработать саду